Хей, вриван! Айрат Сафин, канал Фудстайл. Посмотрите, какая у меня красота сегодня на столе. Это баранья нога, много зелени, лук. Я вас приглашаю в Грузию. Я приготовлю сегодня настоящий грузинский хинкал или хинкали, как говорят, по очень вкусному рецепту. Потому что мое тесто будет на молочной сыворотке и в моем фарше, в моей начинке тоже будет молочная сыворотка. В первую очередь мы делаем тесто на молочной сыворотке. Ну и пока тесто подходит, отдыхает, естественно, займемся приготовлением начинки. Берем баранью ногу, из нее извлечены кости, и нарезаем таким образом, чтобы можно было пропустить на мясорубке. Я не отделяю бараний жир, потому что хинкали должны быть с соком, с жиром. Лук я тоже нарезаю просто крупно, чтобы у меня влезла мясорубка, потому что лук я пропущу тоже в мясорубке. Как, впрочем, и зелень. Петрушку, кинзу тоже замешаю в фарш. Ну и пока я тут нарезаю немного про пропорции. Хинкали, правильный хинкал, это вес 100 грамм и, соответственно, 50 грамм теста, 50 грамм начинки. Может быть, если вы любите поменьше, там будет 80 грамм, соответственно, тоже 40 грамм теста, 40 грамм начинки. То есть, ровно пополам. Исходя из этого, если мы делаем килограмм мяса, у нас должен быть килограмм теста, и из этого получится приблизительно 20 хинкал. Вот, исходя из этих пропорций и делаем. То есть, у нас на 900 грамм мяса уйдет приблизительно 200 грамм лука, ну и тут зелени. Все, запускаем мясорубку, пропускаем, делаем фарш, смешиваем, добавляем соль, перец, специи и секретный ингредиент. То самое время, перед тем, как перемешать фарш, добавить перца. Добавим огня соли. Какой фарш без соли? И, конечно, зиру перемешиваем, пробуем на вкус и добавляем того, что не хватает. Фарш у меня практически готов. Осталось добавить секретный ингредиент. Секретным ингредиентом у меня является сыворотка. Вы видели уже, что тесто я тоже замешал на сыворотке. И фарш, как известно, хинкали для больших грузинских пельменей с бульоном. Так вот, чтобы фарш был жидким, чтобы он дал бульон, туда добавляю жидкость. Либо это вода кипяченая, либо это, что нередко, кстати говоря, мелкокрошенный лед. А я добавляю сыворотку. Так вот, сыворотки добавляется достаточно много. Ну, так и как жидкости, собственно говоря. Из этого, исходя, вижу в ваших глазах два вопроса. Первый. Почему именно сыворотка? Из чего ты взял, что грузины добавляют сыворотку? И второй вопрос. Что же делать, если вдруг нету сыворотки? То есть она не у каждого же есть. Не кажется, что делать дома домашний творог и оставляют сыворотку. Так вот, отвечаю на первый вопрос. Сыворотка – это остаточный продукт от производства творога, скажем так. То есть это молочная сыворотка. Грузины очень-очень любят домашний сыр сулугуни. И издревле они занимались сыроделанием. Не только Швейцария славится своим сыром, Грузия тоже. Так вот, сыворотка, она всегда оставалась. И в хинкал ее добавлять – это, естественно, просто очень даже по-грузински. Отвечаю на второй вопрос. Почему, собственно говоря, что делать, если сыворотки нет? Нет, ничего страшного. Возьмите кефир, возьмите айран, возьмите йогурт, в конце концов, который не сладкий, а обычный йогурт. Добавьте любой молочный. Возьмите молоко обычное. Нет, не любите узки с молочных продуктов. Добавьте просто воды или крошеного льда. Я специально не говорю, сколько соли, перца, зиры на килограмм фарша, потому что у каждого своя соль, у каждого свой перец, у каждого свой вкус к остроте. Добавляйте столько, сколько вы привыкли съесть по вкусу. Фарш должен быть жидким, но при этом мы ставим ложку, и ложка не должна падать. То есть вот он завязан, ложечка не падает, самое то. При этом жидкость прям великолепная, то есть очень жидкий фарш. Начинка готова, тесто вызрело. Припыляем мукой рабочую поверхность и завершаем замес теста. Тесто у меня достаточно тугое, в меру липкое. Теперь вымешиваем тесто, аккуратно сворачиваем, еще раз сворачиваем в конверт. Это получилось очень однородным, красивым, аккуратным в другую сторону. И как я уже сказал, у меня здесь чуть больше килограмма теста, тесто, и соответственно получится 22, может быть, хинкали. Для этого, чтобы делим тесто пополам, еще пополам, еще пополам, еще пополам, и для того мы получим исходные заготовочки весом приблизительно 50 грамм. Будет 45, будет 40, нормально, будет больше 50, у вас будут большие хинкали, они потребуют больше времени для варки и больше начинки. На тесто у меня ушло 50 грамм сливочного растопленного масла, 250 миллилитров сыворотки молочной, и 750 грамм муки. Вот у меня получился такой вот замечательный набор. Тесто у меня готово. Если вы каким-то образом делаете это в первый раз, не понимаете, сколько весит ваше тесто, сколько вешали в граммах, не стесняйтесь, пользуйтесь весами. Посмотрите, вот беру, взвешиваю 51 грамм. Приблизительно все кусочки, ну, там 52, 53, 55, то есть, если вы не умеете этого делать, не стесняйтесь пользоваться домашними весами. Они очень-очень-очень полезны в данных случаях. Накрываем шарики, чтобы они не пересыхали, и начинаем делать сами хинкали. Берем шарик, формируем из него лепешечку, расставливаем и раскатываем. Из 50-граммового кусочка теста Должен получиться круглая заготовка под хинкал приблизительно 15 сантиметров в диаметре. Выкладываем 50 грамм начинки. Это приблизительно равно тому шарику теста, который у вас был в изначальном заготовке. То есть, размеры идеальны. Начинаем лепить хинкал. Складываем. Делаем мешочек. Если не получается, сразу сделать вот таким вот образом, то есть, на столе слепить правильные складочки. Возьмите, типа, более глубокую тарелочку, там, чтобы внизу оставалось. И залепляем края. То есть, делаем раз, раз, раз. Защипляем. Вот у нас получается вот такой вот хинкал. Повторяем процедуру ровно столько раз, сколько вы приготовили тесто и начинки. Еще есть небольшие нюансы по количеству складок. Там есть разные версии о том, что профессиональные хинкальщики грузины делают там 24, 32, 18 складок. Ребята, на вкус не влияет никаким образом. Делайте так, как вам красиво самим кушать, чтобы просто было приятно на вид. А количество складок, ну, кто их будет считать, когда будет кушать вкусный, приготовленный продукт. Кухня вообще, в принципе, это же не только про то, как постряпать, а про то, как приготовить. Хорошо кипящая вода, много воды. Капаем буквально 30 миллилитров уксуса для того, чтобы хинкали у нас между собой не слипались. Воду не солим, воду не перчим. Пресная вода, капелька уксуса. Опускаем аккуратно в каждую хинкаль. Вот на такое большое количество воды я сварю только 5 хинкалей, потому что они не должны между собой соприкасаться в воде, не должны ни в каком случае слипнуться. Правильно, слепленные хинкали варятся 8-10 минут, 10 минут максимум. Несмотря на их большой размер, за счет того, что внутри есть жидкость и бульон, бульон закипает изнутри, бульон кипит снаружи, вода кипит снаружи и получается двойное кипение. Продукт у нас готовится и снаружи, и изнутри, поэтому, в принципе, 10 минут это максимум, за который готовится правильный хинкали. Вот сейчас пройдет 10 минут и мы будем подавать на стол. Как правильно едят хинкали? Вот эту пупырочку никто не ест. Все об этом, собственно говоря, уже знают, поэтому рассказывать 150-й раз об этом не буду. Хинкали едят руками. Настоящих хинкали во вкусных хинкали. Вкусно все. Вкусно тесто, вкусная начинка и вкусный бульон, естественно. Хинкали едят руками. И кто-то говорит, что грузины по количеству вот этих вот оставшихся хвостиков от хинкали считают, сколько съедено хинкали. На самом деле, я не раз бывал в Грузии, бывал на грузинских застольях, настоящий грузин, хозяйка дома, грузинка. В настоящем грузинском застолье никто никогда не станет считать, сколько вы съели. Там цель вас вкусно накормить. И если вы едите и получаете от этого удовольствие, значит это сделано правильно. Поэтому приятного вам бельгита. Спасибо, что смотрели этот ролик. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, оставлять комментарии. Все как принято в YouTube. Пока-пока. А я буду кушать вкусный калей. Вот он. Сох. Видите, хинкали? Тесто проварилось, начинка проварена и прозрачный бульон. ПОДАЦИИ СОЛИТСЯ СОЛИТСЯ СОЛörung КАДРАЦИИ НЕВСТА ПОДАЦИИ СОЛЭТСЯ Продолжение следует...